В Черниговской области группа молодых жестоко поиздевались над двумя сестрами пенсионерок. По предварительной информации, на стареньких напали трое молодых людей – брат с сестрой и их невестка. Злоумышленники – не местные, пробрались в дом сестер ночью, выбили окна, потом открыли дверь и начали издеваться над пенсионерками. Милиции говорят, перед тем, как ограбить пострадавших, злоумышленники их пытали и допрашивали, а потом убили. Подозреваемые забрали 4000 гривен и ордена Второй мировой войны. Задержали злоумышленников в супермаркете, когда те тратили награбленные деньги. Пылает словно спичка. В Ужгороде посреди ночи загорелся легковой автомобиль. Пока ехали пожарные, машина сгорела дотла. Кроме того, огонь повредил еще и соседнюю машину, которая была припаркована рядом. По предварительной информации, пожар начался в моторном отсеке автомобиля. Сейчас экспертиза устанавливает причины возгорания. В Киеве под поезд попал человек. По предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути и не успел убежать от локомотива. От многочисленных травм пострадавший погиб на месте. Медиков и милицию вызвал сам машинист поезда. Говорит, мужчине несколько раз сигналил. Однако, это не спасло погибшего. Полуметровая, молотая, зеленая и сухая. Коноплю разного размера и вида нашли правоохранители у жителей Ахмельницкой области. 38-летний человек выращивал зелье самостоятельно в так называемой лаборатории. Зерна она заказывала через интернет. И то только элитного сорта. По предварительной информации, злоумышленник уже был осужден за продажу наркотиков. На этот раз задержанный может сесть за решетку на три года. И снова аферисты. На этот раз в их сети попала жительница Тернополя. Женщине позвонили ночью и сообщили, что ее сын попал в ДТП. Голос по телефону представился милиционером, который может помочь ее сыну избежать наказания. Но за такую услугу женщине нужно заплатить немалую сумму – 3000 долларов. Предварительно попросили не звонить в милицию. Обеспокоенная мать имела лишь 2000 гривен и золотые украшения. Но и это аферисты выцеганили у женщины. К подъезду потерпевшей подъехала машина, из нее вышел человек. Именно ему женщина и отдала деньги с драгоценностями. Впоследствии потерпевшая не выдержала и набрала своего сына. Как выяснилось, он все то время, когда обманывали его мать, спокойно спал дома. И снова пожар, и снова горел автомобиль. На этот раз полностью сгорела машина в одном из жилых районов Киева. Вот это все, что осталось от старого москвича. По предварительной информации, машина длительное время просто стояла во дворе дома. Так сказать, некий интерьер двора. По одной из версий, автомобиль загорелся не сам, его подожгли. Кому докучал старый москвич, выяснят правоохранители.